МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Статистика знает все. Сколько денег мы получаем, сколько держим в банках и сколько тратим, а также на что именно тратим свои сбережения. В эфире «Город сегодня». Актюбинцы вышли в лидеры по количеству сделок с недвижимостью среди всех регионов Казахстана. По данным рейтингового агентства ranking.kz, спрос на жилье в стране значительно упал. Так, за 9 месяцев этого года в Алматы купили-продали квартир почти на 2700 меньше, чем в 2013 году. В Астане почти на 1500 меньше. Из наших ближайших соседей в Атерау сделки с квартирами сократились, зато вырос спрос на частные дома. Такая же ситуация в Актау. А вот в западно-казахстанской области, хоть и незначительно, но все же сократились цифры и по индивидуальным строениям, и по многоквартирным домам. Причинами переездов статистика не занимается. И тут может быть два вывода. Наши горожане имеют средства, чтобы улучшить свои жилищные условия, или население так усиленно мигрирует. О том, когда и какие квартиры покупают актюбинцы, а также о средней цене за квадратный метр на сегодня, нам рассказали в одном из крупных риэлторских агентств. Ну, квадратный метр за тысячу уходит. Вот старые, ну не старые, но вот улучшенные планировки, не элитные дома новые прям. Элитные дома тоже так же от квадратуры. Если черновой вариант, то тысячи, если с ремонтом уже дороже. Ну, в основном новые квартиры покупают. Не сказать, чтобы вот, ну улучшенные планировки стараются покупать, не старые, которые уже скоро в кредит не пойдут, они их уже не покупают. Добавим, что центр города по-прежнему интересует покупателей квартир. А вот кредиты банки предпочитают давать на новые дома, которые строят в основном в новых кварталах. На покупку квартиры или дома можно решиться, наверное, один-два раза в жизни. С приобретением машины все должно быть проще. Ведь, как говорили классики, автомобиль – это не роскошь. Это средство передвижения. Вот только передвигаются водители на октябинских дорогах, мягко говоря, как бог на душу положит. Эти снимки сделаны на переезде авиагородка в середине рабочего дня. Стоит ли так торопиться и рисковать жизнью и машиной, хочется спросить у лихача за рулем серой легковушки. Эти снимки мы добавим на странице акции «СтопХам». В соцсетях акция продолжается давно, но конца и скоро не будет. Это точно. Не все в наше время понимают, что относиться к средству передвижения надо очень бережно. Сегодня рынок автомобилей лихорадит. С одной стороны, курс рубля, неуклонно идущий вниз, позволит казахстанцам удачно приобрести автомашины в соседних регионах России. С другой, местные автосалоны и дилеры оказались в условиях сниженного спроса. К тому же, с нового года вступает в права новый технический регламент таможенного союза. Наши коллеги из программы «Факт» подробно изучили эту тему и готовы представить ее в рубрике «Подробности». Напомним, если вы не успели увидеть интересующий вас репортаж на телеэкране, вы сможете посмотреть его на сайте rikotv.kz или в вашем смартфоне, если он работает в системе Android. Сделать это несложно. Вам нужно открыть Play Market, забить в поисковой строке Rikotv и выбрать бело-красный значок с буквой «Р». Заметим, мобильное приложение нашего сайта устанавливается бесплатно. О том, когда появится наше мобильное приложение для гаджетов компании Apple, мы сообщим дополнительно. Оставайтесь на связи с нами, пишите нам в социальных сетях и на сайте rikotv.kz. Ну а наш генеральный партнер «Караоке Ресторан Селебрити» желает вам всех благ и приглашает провести незабываемые новогодние вечера в кругу друзей и вашей любимой компании. Телефон для справок 773-222. Да-да, вы уже сейчас готовитесь к Новому году? Так ведь еще целый месяц до праздника. Ну хорошо, будет вам Дед Мороз. Кто звонил? Селебрити. Селебрити? Отправим в Селебрити самого лучшего Деда Мороза. Самый яркий Новый год уже в Селебрити. Селебрити! Будет круто!